друзья приветствую вас с вами станислав магазин гироскутер шоп у нас очередное видео и на сегодня мы с вами поговорим о очередной техники от компании white siberia mini r 1200 версия 2.0 поехали перед вами мини скутер от компании white siberia mini r 1200 версии 2.0 сегодня мы в этом видео с вами поговорим о чем отличается эта версия что здесь появился в отличие от предыдущей модификации обязательно мы покатаемся потестируем посмотрим как себя ведет данная техника на бездорожную неровность поверхность на какой угол наклона он может преодолеть какая его тяговица если вы помните на нашем канале совсем недавно мы снимали также новинку от компании white siberia mini trike это тот же самый можно сказать скутер mini как-то mini trike только двухколесный такая же резина стоит но самое главное друзья это о его характеристик мы поговорим это его мощность и его возможности здесь на экране вы сейчас видите все более подробные характеристики в описании нажмите пожалуйста на паузу чтобы более детально ознакомиться аккумулятор здесь у нас идет с вами 48 вольтовый на 15 ампер часов по заявлению производителя максимальная скорость данного скутера составляет 40 45 километров а пробег на одной зарядке достигает до 60 километров друзья согласитесь для такого малыша пробег и скорость достаточно очень высокие если даже сравнить с большими его друзьями скажем так собратьями до классическими скутерами здесь учитывая что компания white siberia сама по себе да то есть производит аккумуляторов в провинции тайвань и наверное на сегодняшний день это одни из самых лучших аккумуляторов среди электроскутеров по качеству потому что в немногих только скутерах даже не то что немногих на сегодняшний день одна единственная компания это компания white siberia который делает аккумуляторы с балансиром с датчиком температуры кто знаком с этими опциями то знает и понимает что эти опции они достаточно очень полезные да для аккумулятора самого кто незнакомый но вкратце расскажу берем с вами аккумулятор тоже самое да сейчас мы его достанем аккумулятор нас находится в нижней части деки и вот аккумулятор да здесь у нас соответственно указано 148 вольт на 15 ампер часов так вот сам аккумулятор у нас находится в металлическом кейсе здесь у нас идут внутри ячейки и они соединены между собой цепью и так вот когда вы эксплуатируете аккумулятор на каких-то неровностях да там по кочкам со время что может произойти разбалансировка да то есть например от кочек да то есть и отцепи немножко какая-то ячейка может отойти и тем самым соответственно у вас аккумулятор со временем может выдавать не 15 ампер часов как в данном случае максимальный вам 15 ампер часов а выдавать 12 13 14 и плюс минус там погрешнее большая происходить для того чтобы соответственно вернуть вам сбалансировать его вам нужно аккумулятор брать вести в сервисную зону делать его балансировку и соответственно выводить его в нормальный режим работы то есть это принципе не критично и проблем у вас не возникнет просто у вас пробег на одном зарядке станет со временем меньше поэтому принципе сама по себе опция в компании в асибири аккумуляторах она очень такая вещь полезная и нужная ну что поехали дальше друзья как вы видите здесь у нас с вами находится разъем сам по себе отсек для аккумулятора сразу что я здесь вижу да здесь вижу огромный еще запас принципе возможности установки аккумулятора больше емкости это кстати сейчас компания в асибири сможет это видео небольшая такая обратная связь друзья коллеги сделайте пожалуйста почему вы не сделать емкость немножко побольше я уверен что здесь принципе если так прикинуть по длине ширину конечно здесь уже не станет но по длине мы можем нарастить и я думаю что до 17 максим до 18 ампер часов аккумулятор мы сможем с вами нарастить и и соответственно пробег будет намного больше итак друзья давай снимем аккумулятор с вами посмотрим аккумулятор у нас с вами быстросъемные здесь у нас с вами стоят липучки такие да с двусторонним скотчем то есть вот эти вот липучки мы можем приклеить с вами вот сюда на чтобы не болтался аккумулятор да вот на четыре части и аккумулятор также будет за вас зафиксирован не болтаться все будет хорошо и так друзья на самом деле подморозило сегодня 0 градусов на улице прохладно достаточно но тем не менее мы снимаем видео и тестируем технику давайте с вами поговорим и посмотрим на оптику да оптика здесь схожа с мини трайком который мы снимали ранее также компании в асибири выглядит достаточно стильно красиво очень красиво и качественно закрыта вся проводка но тем не менее дырки скажем так назовем это дырки потому что здесь силовые кабеля рулевая проходит и здесь есть большие щели куда вода и влага может попадать тем самым соответственно вывести аппарат из строя поэтому гидроизоляцию обязательно рекомендую делать на каждую вашу технику в нашем магазине можно приобрести гидроизоляцию очень качественную по хорошей выгодной цене и так что фары могу сказать фар освещает достаточно неплохо но в ночной промежуток время если вы будете кататься освещение будет не освещать будет не очень большой участок поэтому если вам вас техника планируется эксплуатироваться в темное время суток в том числе эту порекомендую установить дополнительные фары видео например как арктика разных версиях модификацию также это нашем магазине вы эту опцию можете установить запросить и соответственно наши менеджеры коллеги смогут вас ориентировать по стоимости фары можно установить как вариант вот сюда дополнительные да то есть две фары трубоскопа в трех режимах будет светить и дальний ближний режиме трубоскопов то есть модификации фар разные и так поворотники соответственно стандартно стоят на с вами спереди стоят и сзади правая левая подвеска у нас с вами стоит стандартная ничего нового здесь не придумано подвеска как на всех сети кока отрабатывать достаточно неплохо сейчас попробуем видите да отрабатывать хорошо сейчас вот такой небольшой звук звук это не то что там подвеска на не пробивается по крайней мере сейчас даже по ощущениям я не почувствую что пробивается а звук был сейчас это из-за того что сигнал он установлен у нас с вами между крылом и крышкой нижней части крышки сети кока поэтому аккумулятор не аккумулятора сигнал можно его подправить или перенести чуть повыше задняя подвеска на с вами идет пружинного вида нерегулируемая потому что кто-то сейчас видит эти баллоны но это то же самое как на мини-трайках она идет и имитация но как-то отрегулировать здесь невозможно давайте с вами обратим внимание на заднее освещение заднюю нас с вами установлена стоп-сигнал он же габарит и поворотники задние что мне очень понравилось в этом скутере то что здесь в его скажем так габарит опциональность очень высокая как мы видим с вами и освещение и поворотники подвеска хорошей достаточно сзади нас стоит с вами кофр кстати хочу обратить внимание на кофр кофр как на мини-трайки стоит достаточно хорошо прикреплен то есть вот сибири сейчас как я понимаю исходя из то что вот мы тестировали снимали обзор на мини-трайк сейчас на мини-двухколесный они реализовали вот этот момент когда вот едешь на как не ровно если вы помните на видео мы снимали на мини-трайке, на неровностях, да, то есть, ранее, которые кофры были, сами болтались, шум происходил такой достаточно, то здесь они достаточно крепко сидят, хорошо, и я думаю, что шума такого не будет, но протестируем еще, посмотрим. Итак, открываем кофр, что смотрим с вами, что здесь у нас находится, у нас находится с вами сейчас зарядное устройство, 48-мольтовое на 3 ампер часа, учитывая, что здесь 15 ампер, примерно где-то в районе 6 часов будет заряд полностью аккумулятора. Также у нас с вами идет в комплекте сидение заднее, то есть, при желании вы можете убрать заднюю кофру, поставить сидушку, и полноценно второй пассажир может сидеть с вами и эксплуатировать данную технику. Также при установке данного сидения заднего вы можете установить спинку для заднего пассажира, тоже в комплекте идет зеркала заднего вида, кстати, обратите внимание, не каждый, скажем так, производитель может похвастаться, потому что мы сталкивались с тем, что зеркал в комплекте нет, и даже, помимо того, что нет зеркала в комплекте на многих мини-скутерах, даже не выведен крепеж. То есть, здесь у нас с вами, смотрите, все установлено с завода, крепежная система под зеркала, все это есть. Держатель для телефона, он уже у нас с вами установлен, тоже идет в комплекте. Также в комплекте идет набор ключей, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Обязательно рекомендую перед началом эксплуатации ознакомиться с инструкцией и только после этого начинать эксплуатировать технику. Скажу акцент, такое внимание, по поводу противоугонной системы, как вы заметили, сама по себе сигнализация. Итак, друзья, мы ставим на сигнал, все, я пытаюсь, вы припарковали свою технику, отошли в сторону в магазин куда-нибудь, и, соответственно, чтобы к технике вашей никто не мог угнать, скажем так. То есть, это я к чему рассказываю? К тому, чтобы снять какие-то сомнения, либо, например, кто-то думает, что все, у меня есть сигнализация, значит, технику никто угнать не может. Друзья, ну, давайте реалистично смотреть на вещи. При желании, как говорится, если технику мы оставляем без нужного внимания, то, соответственно, могут, есть люди, к сожалению, большого, которым могут ее забрать там, да, то есть и угнать, образно. Каким образом это может произойти, да, вот сейчас вы на сигнализации, надеюсь, что отошли в магазин, что все будет хорошо. Вот, смотрите, я подхожу и хочу его угнать, да, да, все, он блокирует, да, все, все, сейчас сработал сигнализация, видите, все, он не едет, да. Но, каким образом я могу, да, снять, то есть, в первую очередь, в первую очередь, да, то есть, в отличие от обычных классических электроскутеров, здесь, безусловно, преимущество, потому что, чтобы снять сигнализацию, нам нужно с вами добраться до аккумуляторного отсека и отключить питание, да. Здесь, если он закрыт, ключ находится у вас, то никто к нему не подберется и, соответственно, не отключит. То есть, в этом плане у этого скутера намного больше преимущества, вот обычно, где аккумулятор стоит, например, внешне быстросъемный, стоит силовой кабель, силовой кабель мы отключили, здесь, соответственно, такого нету, и это большой плюс, и угнать у вас, в принципе, практически невозможно. Но, друзья, не забывайте, что данный скутер у нас с вами не очень так относительно тяжелый, можно его при желании поднять и, подъехав, я не знаю, там на машине, да, там загрузить его в автомобиль и уехать с ним. Поэтому, друзья, я рекомендую просто дополнительно, помимо той опции, которая у вас при приобретении уже идет штатно, просто какой-то трос противоугонный, который также вы получите в виде бонуса при приобретении данного скутера в нашем магазине, в виде подарка, присоединить его к забору, либо к какой-то внешне, каким-то нишам, которым вы, где будете байк оставлять свой, через, например, там подвеску, ту же самую амортизацию, да, чтобы не могли его дополнительно как-то утащить, поднять и загрузить. По сигнализации мы с вами поговорили, что касаемо максимальной нагрузки данного скутера. Максимальная нагрузка данного скутера составляет 125 килограмм, по заявлению производителя, но могу сказать так смело, что мы также тестировали данную технику и содействовали вдвоем, то есть 150 килограмм, 160 он спокойно будет выдерживать, то есть конструктив справляется с этим задачей, но по характеристикам, которые написаны у вас также в инструкции на русском языке, там указано, что максимально заявленная мощность нагрузки, максимальная, это 125 килограмм. Что касаемо мощности данного скутера, как я сказал ранее, составляет она 1200 ватт, здесь у нас с вами, давайте пробежимся по колесам, по колесам мы с вами видим задний привод, стоят у нас с вами покрышки, универсальные, то есть можно сказать и грязевые, и можно сказать и сликовые, что-то между ним. 145 на 70-6, покрышки хорошие, как и по качеству, так и соответственно по возможности эксплуатации. Почему? Ранее в других видео тоже рассказывал, но повторюсь в этом видео, это то, что данные покрышки, когда вы будете ездить по ровной поверхности, у вас не будет никакой происходить вибрации, то есть дискомфорта, в отличие от грязевых протекторов, которые сейчас в этом видео, посмотрите, вот здесь вот сравнение, приложу в фотографию, вот на таких покрышках, если вы едете, то большая вибрация на ровных поверхностях, так на этих покрышках, которые сейчас стоят штатно на Вайт-Сибири, на них можно ездить, как по асфальту, по ровной поверхности, по траве, по гравийке, по песку, и соответственно у вас байк будет вести себя достойно, хорошо, справляться с вашими задачами, и проблем по преодолению тех или иных неровностей поверхности не составит труда. Для чего нужны такие большие, точнее широкие покрышки, у нас много раз и часто задают вопросы клиентам. Друзья, ну, когда шире колеса, с точки зрения преодоления тех же самых поверхностей, в виде там песка, либо гравийки, то есть, скутер не будет у вас не увязнится в том же самом песке, да, либо в гравийке, и будет лучше цеплять эту поверхность, и преодолевать участки, на которых вы будете проезжать. Поэтому с этой целью, в принципе, он и делается. Ну, и, конечно же, безусловно, устойчивость данного скутера при эксплуатации будет на порядок выше, в отличие от тонких покрышек. Итак, друзья, давайте с вами поговорим о системе управления, также системе тормозов. Тормоза у нас с вами стоят здесь передние и задние, дисковые. Секундочку, отключим. Передние и задние, дисковые, гидравлические. Очень классно, что компания White Siberia реализовала, как бы, в отличие от других многих брендов, что на мини-скутерах стоит уже гидравлика, потому что гидравлика на сегодняшний день среди техники считается одной из самых лучших систем торможения. Поэтому здесь она уже установлена. Что у нас по системе управления? Давайте начнем слева направо. Грипсы у нас стоят стандартные, в принципе, они антискользящие, то есть рука не проскальзывает, все хорошо. С левой стороны у нас с вами видим систему тумблера переключения света, то есть у нас включение габаритов, ближний и дальний свет, тумблер поворота поворотников, то есть включение поворотников и звуковой сигнал. С правой стороны у нас с вами идет режима переключения скоростей, первая, вторая, третья тумблер. На дисплее у нас жидкокристаллический в стандарте White Siberia. Здесь мы видим с вами спидометр, одометр, вольтаж и, соответственно, режимы скоростей. Здесь у нас сразу написано готовность к эксплуатации и наличие поворотников, указатель тоже, оно здесь присутствует. Если вдруг какая-то ошибка возникает, что не дай бог, да, то есть, тем не менее, здесь тоже на дисплее выводится. Газ у нас идет стандартный мотоциклетного формата. Подвеска задняя тоже отрабатывает великолепно. Ничего не пробивается. Я своим весом 80 килограмм на сегодняшний день немножко поправился к зиме. Соответственно, все отлично работает. По, друзья, габаритам данного скутера и клиренсу сейчас вы можете увидеть это на экране. Поставьте, пожалуйста, паузу и посмотрите его габариты. А, кстати, еще, друзья, посмотрите, пожалуйста, вот здесь у нас с вами выведена табличка со своими характеристиками. Здесь у нас указана мощность, да, максимальная, соответственно, скорость. Но, опять же, друзья, вы сами прекрасно понимаете, для чего это. То есть, соответственно, вы можете данную технику эксплуатировать в любых практических условиях и проблем у вас с эксплуатацией данной техники не возникнет. Что хотелось бы добавить со своей стороны, это то, что необходимо, конечно, безусловно, если вы планируете в сырую погоду ездить, либо там заснеженную, то есть сейчас зима впереди, в период снега, делайте гидроизоляцию. Если вы хотите делать самостоятельно, ваше право, но имейте в виду, что с гарантией вы будете слетать от производителя, потому что залезть в электрику не в аккредитованном сервисном центре, скажем так, лишает вас заводской гарантии от производителя. Поэтому рекомендую обратиться, там, например, то же самое, покупая технику в нашем магазине, в наш сервисный центр, сделать качественную гидроизоляцию. Тем самым вы останетесь и на гарантии данной техники, и, соответственно, безопасности ваша будет электроскутер. Ну что, а мы поедем покатаемся, посмотрим, как техника себя ведет. Поехали! Так, ну что, покатаемся немножко. Кстати, здесь руль очень хорошо продуман. Вот у меня рост 178 сантиметров, да, и я, там, ноги у меня не сжат, мне ничего, нормально, комфортно сейчас сижу. Угол поворота, проблем не возникает, то есть я влево-вправо могу поворачивать без проблем. С точки зрения той же самой вибрации, вот сейчас я еду, да, то есть у меня никакого дискомфорта и вибрации не возникает, поэтому могу смело сказать, что техника себя ведет по ровной поверхности замечательно и достаточно хорошо. Сейчас хочу попробовать проехать, съехать с лестничной площадки, посмотреть, как будут проезжать неровности преодолевать. Сейчас вы увидите сами на своем, на экране, как клиренс его отрабатывает, да, то есть что все, в принципе, достаточно неплохо. Ну, друзья, я вам честно скажу, подвеска отличная, я вот сейчас не почувствовал какого-то дискомфорта с точки зрения съезда вот на этих неровностях. Вот вы сами обратите внимание, какая здесь лестница и что техника при съезде, да, нигде ничего не цепляет и мне ничего не бьет ни в спину, ничего, отдачи нет. То есть поэтому за подвеску отличную лайк. Давайте попробуем, как он сейчас будет заезжать. Итак, друзья, смотрите, подъехал я вплотную к бордюру. Учитывая того, что по ощущениям я чувствую такую задержку на скутере, и он не преодолевает, он не заезжает, в отличие от того же самого мини-трайка, как он бы заезжал, да, ну там же мини-трайк у нас с вами редукторная система, здесь электромотор. И вот эта задержка здесь достаточно критична, но, тем не менее, я понимаю, что если я сделаю небольшой разгон, по идее он должен заехать. Нет, друзья, не едет. Все. Сейчас попробуем заехать на бордюр. с разгона. Я сомневаюсь, что у нас что-то получится из этого, но, тем не менее, контент делаем. Все, друзья, и на этом все. Байк уперся, и дальше не едет. Сейчас попробую сделать побольше разгон, и попробую все-таки преодолеть вот этот вот угол подъема. Ну, друзья, вы все видите сами, все, он меня отказывает назад. Ну, что могу сказать? Честно, расстроен, а ждал большего. Сделаем побольше. Вот где-то, наверное, отсюда, я больше, чем уверен, что мы сейчас заедем до конца. Ну, поехали. Но, друзья, вы видели все сами. Все видите сами, что угол подъема у байка очень маленький и достаточно, даже сказал бы, очень-очень маленький. Поэтому в этом плане, конечно, я немножко расстроился, и компания Vice Siberia даем обратную связь. Мини-трайк, очень удачная у нас модель, двухколесный, классная, хорошая комплектация, хороший аккумулятор стоит, но не хватает тяговиста, мощности, друзья. Вот с этим надо что-то думать. Давайте покатаемся здесь, по нейронности, посмотрим, как байк себя ведет. Ну, что, друзья, вот мы с вами познакомились с мини-скутером от компании White Siberia Mini Air 1200, версия вторая. Давайте подразумируем и дам вам обратную связь о своем мнении о данном скутере. Что мне понравилось в этом скутере? Внешний вид, дизайн, комплектация, тормозная система, аккумулятор, да, все это классно, все в этом скутере и есть, и на высшем уровне, по моему мнению. Что не понравилось? Не понравилось его тяговица. На самом деле, здесь ее просто не хватает. И даже вы сейчас на видео, если посмотрите, посмотрели точнее, вы сами прекрасно все увидели, что угол наклона практически ему не поддается, да, то есть с моим весом 80 килограмм. Что будет, если с весом будет райдер 100 килограмм, 110 или 120, это большой вопрос. Поэтому обратная связь компании White Siberia, подумайте насчет реализации данного вопроса, то есть увеличением тяговидности и мощности этого скутера, для того, чтобы скутер получился максимально, просто идеальным. поэтому, друзья, вот мое мнение по скутеру, хочется получить от вас обратную связь, оставьте, пожалуйста, ваши комментарии, как вам этот скутер, что понравилось, что не понравилось, да, потому что снимаем видео специально для вас, делимся нашим мнением, нашим впечатлением, и, в принципе, сам по себе скутер неплохой, но вот насчет мощности, конечно же, не хватает. Ну что, друзья, я вас благодарю за внимание, спасибо, что вы были с нами, смотрели это видео, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наш канал, потому что дальше будет очень много разного видео, а с вами был Станислав, приезжайте к нам на тест-драйв, в нашем магазине находится территориальное метро 1905 года, от метро 200 метров, также вес и парковка, то есть, если приезжаете на машине, припаркуете спокойно, и приезжайте на тест-драйв, огромный ассортимент, гироскутеры, сегвеи, самокаты, скутеры, мини-скутеры, классические скутеры, выброс самые огромные, также в том числе и по большой ассортимент новинок разных, также есть электроснегокаток, зимой они очень интересны, ну а с вами был Станислав, ваш верный друг, всем удачи, пока-пока!